Ты слышала, что я говорил, кошку здесь не кормить? Да. Почему делаешь так, что кормишь? Пожалела ее. Тогда тобой командовать Это никак нельзя. Что бы ни сказала, я пожалела. Но слово, которое дают подчиненному, оно не имеет никаких исключений. Сказали врачи сестре, медсестре, ему не давать есть, операция была, нельзя ему есть. А я пожалела, дала воды, дала воды, у него шоп разошелся, он умер. Ну я пожалел, ну он мертвый уже, а я пожалела. Ты ненормальная в этом вопросе-то совершенно. А все на каждом шагу, хорошо, 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 нехорошо. И поэтому твое хорошо, она обольщает таких, как Серафима Гавриловна. Она уж там, Марина, она только о Боге, думает, у нее послушания совершенно нету. Котенок маленький, кошка приносит его. Так, а кого это опять ставим банку? Зачем банку там в плотную ставить? Ну зачем вы это все не вытворяете у меня? Я не знаю. Кто поставил банку? Кто поставил банку? Ну это кошки вход туда, зачем вы там ставите-то? Я не знаю. Две женщины, скажи, как наваждение какое. Ну смотри, выходит, выходит. Так, вылазь давай, вылазь. Сейчас мы закончим. Ну иди сюда, иди. Он не вылазит, он там сидит. Смотри внимательно. Гляди. Ну-ка, давай сюда, давай. Вот так. Вот он какой получился. Пошелестик. Похоже, что самочка. Посмотри. Я люблю кошечки. У меня коты редко бывают когда. Вот он здесь. Вот она его сейчас увидишь. Видим, где идет. Пока она его кормит, а он ничего не ел, она зализывает его. У нас здесь в кухне. Это еще надолго его будет зализывать. Он один. У нее шесть котят. И она кормила шесть. Теперь одного ей нечего делать даже совершенно. Я сказал на кухне, чтобы на полу ничего не было съедобного. Как только котенок что-то съел, она его подлизывать не будет. Его экстременты, то есть те, чем он оправляется, писает, она все съедает. Оно молочное. Это ее. Как только он съел, она перестала зализывать. Дальше что? Дальше теперь он оправляется везде. Дальше уже все. Можно тебя оставить в покое, ешь что хочешь делать. Что будет делать? Вот ты идешь, распаснулась, а что? Говно. Дерьмо. Убрала. Через минуту в другом месте ты котенок. С тебя спроса никакого нет. Ты как больной человек. Проходит минута, опять то же самое. Вчера наказывал, наказывал, стращал. Не делай этого. Она не ела там где. Кошка два-три дня не ест, ей нужды никакой нет. Она прижимает хозяйку. У меня кошек всегда минимум три кошки. Они у меня вахтовым методом на голубя. Вообще, я на них не тращусь нисколько. Кошки с этой, видишь какая. Это не то, что вы приехали, а до вас она была. И это пока собака не схватила какая-то, не рванула, натравливает на кошек. Зачем-то? Я смотрю. Я только... Заметь, я мог не прийти. Я зашел. Только захожу. Котенок ест, молоко стоит. Зачем оно стоит? Покажи чашку. Не котенок, а кошка. 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 Кошка стоит. Поставь. Вот сюда. Поставь. Где она стояла? Нет, нет. Вот здесь. Я захожу. Ты что делала? Я мыла посуду. Всё, мыла посуду. Сань. Всё. Вот теперь смотри. И как ты можешь видеть ее, кошку эту? Как видеть? Никак. Ни кошку, ни котенка не видишь. Обман. На, поставь. Ты сама обманываешь, и меня обманываешь. А я смотрю. Ничего ты не видишь. Стоишь, моешься. 180 градусов. Ровно 180. То у тебя глаз на затылке нет. И зачем ты это делаешь? Дальше ходить он не знает, почему у нас ход кошки глубокий. Котенок маленький. Он не может пойти. Ему надо здесь. И надо здесь всё время приучать. Если я ей поставлю землю, она никуда не будет ходить. Она будет в него ходить. Она начнёт разгребать каждый раз. Тут везде земля будет. А это кухня. Ты понимаешь, ты мне такую бяку устраиваешь. Из-за чего? А мне жалко. То есть тебе доверить ещё нельзя. Никакого дела. Сколько раз я тебе говорил, нож не трожь. Говорил? Да. С первого дня. Да. И ты с первого дня нарушаешь. Сколько дней, столько нарушений. А зачем? Тебе надо объяснять. Я сказал, нож в руки не брать. Дойдёт, сама поймёшь. Дома я такая, я поправляюсь, я могу. Не то, что ты хвалишься. Ты такая и есть, расторопная. Но меня это не касается. Ты здесь находишься у меня, у Володи в гостях. Ты какую малу пустишь? Человек с культяпой. Руки нету. Нарезать помидоры некому. И ты позволяешь это чистить и проще. Тебе нужны нету. У нас говорят на это сивкины глаза. То есть глаза кобылы надо дикое иметь. Или жеребца, чтобы не понимать, бессовестному. Этому человеку доверять. А она может порезать? Мы пальцы режем, она порежет. Это даже делать нечего. То споткнулось, что и всё это пойдёт сюда. А нам надо вести себя очень тихо. Тут доказывать ещё не надо. Ты мне козу подстраиваешь. Яму роешь. А как лучше? Лучше, чтобы ты не врала нож. Я тебе разрешил. Всё остальное ты делаешь, наливаешь. Не бей банки только. Кошку кормить только в том помещении. А она не будет есть. Я сказал, через сутки подать ей в то место. Не будет всё. Больше нигде ничего не давать. Она всё слопает. Ничего не давать нигде. Я перестану давать там подкармливать её. Она нигде ничего не будет. Она съест. Он её тянет. Понимаешь, у нас с тобой мирные отношения никак не складываются. Потому что ты вообще не слушаешь никого. Человек, которому узда нужна. У дела, которыми ты укращаешь его. Давид об этом говорит. Не будьте какой-нибудь как лошадь несмысленный. В челюсти которых нужно обозвать у делой и у делами. Вот так. А ты такой вот человек. Мне сказали, мне не надо рассуждать. Солдата поставили здесь. А что стоять? Тут покойник у Ленина стоят. Тебе не надо рассуждать. А тебе сказали стоять. А разговаривать? Нельзя разговаривать. А повернуть голову? Нельзя поворачивать. И мы всё объяснили. В Америке много заключенных. И стоит она. Ноги на 45 градусов. Раствор. Вот ног. 45. А у нас стоит церкви. Вот так вот. Ну ноги. Я ему сказал. Так это... А что ты командуешь? Другое. Где он ушёл из церкви? Его нету. Этих людей нет непослушных. Я никогда не вникал в подробности. Почему? Написано. Это знает любой снайпер. Любой командир. Ему предписано уставом. И он обязан это делать. Ты женщина. У тебя свой устав. И тебе сказано когда и чего. Тебе не надо выдумывать. До нас прошли миллионы людей. Вот она с ним возится. Смотри не наступи. Сейчас маленько погодя его опять туда. Ты прося. Возьмите шерсть. Это бесполезно. Говорите. Она не вынимает. Играет. Котёнок. Лишний раз. Если где-то ходит. Затолкай его туда. Он два раза три раза вылетит. Уже влазить не будет. Аккуратненько туда. Ну. Покажи как сможешь. Поймай его туда. И там потом проверено в столовое. Чтобы ничего нигде не было. Мне не послушный человек. В тягость. Аккуратненько. Перекрести его туда чтобы он. Давай. Всё. Больше не надо ничего. Если он вылазит. Два раза по саде. Больше не трогай. Третий раз это его свобода. Поняла? Нет. Да. Я тебе доверять не могу. Нисколько уже. Потому что одно и то же. Ежедневно. Как только она не станет кормить. Мы увидим. Где-то что-то он сапал. Всё. Тогда сразу ящик с землёй. А её на двор чаще выкидывать. Он уже самостоятельный. Вот какая история. Кошке. Котёнку ума не дашь. А пытается мужьями руководить. И на полном серьёзе верите. Что они вам врут. Это не годится. Ты не обижаешься? Нет. Ну я тебе за дело говорю. Слава Богу за всё. Ты с Серафимой скажи. Серафима. Я на деле-то оказалась никакая. Что о Боге. Я говорила это я. Ты скажи. На самом деле я не знаю что такое послушание. Я всё своё делаю. Самость свою показываю. Я разговаривала с ним. Всё. Ушёл. С Богом. С Богом. Фрося. Да. Будь старшая здесь. Хорошо. Сейчас скажут делать. А остальное сама наблюдаю. Потому что я не могу всё время здесь быть. Котёнка беречь. Кошку здесь не кормить. Нож в руки ей не давать. Всё. Вот пока это. Ушёл.